Марии Жозеф-Поль-Ивро Жильбер-Дю-Мутье, маркиз де Лафаэт, родился в 1757 году в замке Шаваньяк, увешанном портретами представителей древнего семейства, среди которых были современники Иисуса Христа и герои крестовых походов. Глядя на портреты прапрадедов, юный Жильбер мечтал о славе и свой самый первый подвиг пытался совершить в девятилетнем возрасте, когда, вооружившись деревянным мечом в сопровождении своего воспитателя, отправился в лес на поиски монстра, о котором шептались местные крестьяне. Монстра за его отсутствие моделить не удалось, но дальнейшая жизнь предоставила маркизу возможность стать настоящим героем. Отец Жильбера, гренадерский полковник, через два года после рождения сына погиб от английского ядра в сражении при Миндене, и это печальное обстоятельство в дальнейшем стало отправной точкой американской биографии Лафаэта-младшего. В 13 лет, окончив в Париже элитную школу Дюпле-Си, он стал кадетом полка черных мушкетеров, личной охраны короля, и вскоре осиротев, унаследовал огромное семейное состояние, которое позволяло ему уйти из армии до конца жизни, вести обеспеченную жизнь баловня судьбы. Но, но дали о себе знать гены крестоносцев, и Жильбер поступил в военную академию в Версале. К 18 годам он успел жениться на представительнице богатейшего рода герцогов де Нуаль и дослужиться до чина капитана кавалерийского полка. В ту пору Франция была охвачена жаждой мести англичанам. Поражение в семилетней войне пошатнуло французскую гегемонию, но не сломило французский дух. Франция намеревалась, оттеснив Англию, вернуть себе позицию номер один в мире. Лафаэту была очень близка эта национальная идея. Он мечтал отомстить англичанам не только за поражение своего отечества, но и за смерть отца. И вот в этот самый момент судьба сделала ему подарок. Против Великобритании восстали 13 американских колоний. Войсками повстанцев взялся командовать, не имеющий никакого специального военного образования, Джордж Вашингтон, которому злые языки присвоили титул генерала, воевавшего по самоучителю, ибо азы военной тактики и стратегии ему пришлось осваивать, читая между сражениями соответствующие учебники. Война с Англией была не детским занятием, но у колыбели новорожденной Америки стояла серьезная няня под названием Франция. В 1775 году, когда в Америке прозвучали первые выстрелы, а Конгресс еще не принял Декларацию независимости, французы уже начали контрабандные поставки вооружения колонистам. Одним из крупнейших контрабандистов, кстати, был мсье Бомарше, тот самый, который написал «Севильского цирюльника» и «Женитьбу Фигаро». Он же для согласования дальнейших действий пригласил в Париж депутатов Конгресса США, которые занялись негласной вербовкой французских офицеров в американскую армию. Негласной, потому что французский король, тайно финансировавший поставки американцам вооружения, был при этом категорически против отправки на чужую войну своих подданных. 19-летнему капитану Лафаэтту вербовщики посулили генеральский чин американской армии, и он тут же, несмотря на королевский запрет, за собственные деньги приобрел корабль и, загрузив его партией оружия вместе с 50 другими французскими офицерами, отплыл в Америку. Однако, когда Лафаэт и его товарищи, прибывшим в тогдашнюю американскую столицу Филадельфию, они просто не поняли, что происходит, им неожиданно устроили весьма холодный прием. Их отказались принять в Конгрессе. Французам несколько часов пришлось простоять на улице перед запертыми дверями, прежде чем председатель Международного комитета, наконец, вышел и заявил добровольцам, что Америке нужны саперы, а не пехотинцы. Однако, в тот же день, проглотив унижение, Лафаэтт написал Конгрессу письмо, в котором изъявил желание служить в американской армии не генералом, а рядовым и бесплатно. Рассмотрев обращение Маркиза, американцы приняли решение принять его услуги и предоставить все-таки звание генерал-майора армии Соединенных Штатов. К ответу прилагалась генеральская лента. Ну а дальше была война, в которой боевые действия перемежались с пиар-акциями, призванными символизировать дружбу французского королевства с американской республикой. Лафаэтт командовал в американской армии дивизии, он отличился в нескольких сражениях. Вашингтон назвал его своим сыном, а через два года Маркиз вернулся во Францию подлечиться после ранения. В порту его встречали орудийные залпы, он вернулся героем. А король за нарушение запрета воевать в Америке наказал недельным домашним арестом. Но королева дала в честь Лафаэта бал в Версале. 22-летний ветеран пришел на этот бал в американской генеральской форме. Он провел на родине год и снова отправился за океан. Франция, наконец, официально вступила в войну на стороне Соединенных Штатов. Лафаэтт надеялся, что командование французским экспедиционным корпусом доверит ему. Но королевство уже начало воевать всерьез, и теперь ему было не до амбиций 23-летнего романтика. Тем не менее, мечта Жильбера стать героем не хуже своих прапрадедов сбылась. В октябре 1781 года исход войны за независимость решило сражение у Йорктауна, где Лафаэтт со своими солдатами пошел на штурм, прорвал укрепления англичан и заставил их капитулировать. Когда в январе 1782 года он опять вернулся во Францию, королева послала за ним свою карету, а король наградил орденом святого Ледовика и произвел фельдмаршалы. Лафаэтту было тогда 25 лет. Война за независимость от англии и американских колоний сделала, кстати, его еще богаче. Доходы Лафаэта в годы борьбы за американскую свободу превышали 100 тысяч ливров в год. По возвращении он купил себе роскошный дом в самом лучшем районе Парижа, где впоследствии частыми гостями бывали Бенджамин Франклин, Джон Адамс, второй президент США и Джеймс Монро, пятый глава Белого дома. Вот так завершилась американская глава в жизни маркиза Лафаэта. Впереди у этого человека были еще две французские революции, тюрьма, вынужденная эмиграция, пышные похороны и благодарная память потомков. Когда в 1917 году Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, Париж встречал американцев цветами. Войдя в город, они направились на кладбище Пик-Пюс, и полковник экспедиционного компорса Чарльз Стэнтон над могилой Жильбера произнес знаменитое «Лафаэт, мы здесь!» Завтра на этой могиле будет много цветов. Французы отметят очередную годовщину смерти человека по улице, названной именем которого вы, возможно, сейчас едете домой, слушая шоу «Почти дома» на волнах радио Ройсей. Субтитры создавал DimaTorzok